У них крадут деньги, пичкают запрещенными препаратами, плохо кормят и даже избивают. Речь идет о подопечных дома интерната для психически больных мужчин в Тернопольской области. Почти 3 миллиона гривен каждый год выделяют на содержание этого учреждения. Но постояльцы уверяют, жить здесь просто невозможно. Этот фрагмент видео отснят в психоневрологическом интернате для мужчин. Шокирующие кадры нам прислали сами больные. Говорят, драку затеял медработник. На видео отчетливо видно и слышно, как санитар ради развлечения приказывает одному из пациентов ударить другого. Когда же начинается драка, санитар сам применяет силу и швыряет душевнобольного мужчину на стол. Видео шокирует цинизмом и жестокостью. Медработники, которые должны присматривать за пациентами, попросту издеваются над ними. Журналисты секретных материалов решили выяснить, что на самом деле происходит за закрытыми дверями интернатов и почему власти не реагируют на жалобы больных. Село Краснопуща Тернопольской области на территории здешнего монастыря в 70-х годах обустроили психоневрологический интернат для мужчин. То есть церковь закрыли, а в кельях поселили больных. Долгие годы священники боролись за то, чтобы им вернули монастырь, а больных перевели в подходящее место. И вот в 2013 году интернат перенесли. Но представьте, в то же помещение монастыря, только через реку. Соответственно, условия проживания ничуть не изменились. Более того, местные священники рассказывают ужасающие факты содержания больных. Там может быть 3 человека, там и 9 человек. Сейчас теплой воды нет. Поместных подопечных нет в чем. Берут холодные води. Нам удалось пообщаться с жителями интерната. Это смертники. Я никогда не подумал, что есть такая хата смертники. Понимаете? Дрань тут делается интернат, где бессерога кажутся. Я просто тут не хочу быть. Понимаете? Я тут не хочу быть. Мужчины уверяют, их тут плохо кормят. Банглого хлеба на дейшний день, то есть очень большая. И даже пичкают с запрещенными таблетками. Хотя в подобных заведениях давать психотропные лекарства запрещено вообще. Ведь это не медучреждение, а только временный приют для недееспособных. Обратите внимание, он знает и помнит название лекарства. Аминозин, о котором рассказывает подопечный интерната, это мощный, седатативный, а проще говоря, успокоительный препарат. Я сюда и шел, сказали, что 75% берет интернат, а 25% на руки. Ну, я так же, я не говорю, но сейчас я получаю. А то, что будут троги ездить, то я на то не сгоню. Что же, проверяем слова этих людей. Идем в интернат. Но, как ни странно, нам тут не рады. Персонал весьма агрессивно реагирует на съемочную группу. Наших журналистов просто выставляют за двери. Не на камеру работники спешат уверить, мол, в этом учреждении все в порядке. Но мы фиксируем первую ложь. Туалет тут расположен на улице. Мужчины при температуре плюс 5 ходят в летних шлепанцах. Но если в интернате все действительно так хорошо, то почему нам не хотят этого показать? Что скрывают работники интерната, мы можем только подозревать. Священник же убежден, такие пациенты – это только способ наживы. В управлении социальной защиты Тернопольской области признают, условия трудные. Но уверяют, ситуация не критическая. Умова там, на жаль, трошки не відповідає тому, что хотілося і що є в наших інших закладах. Оправдуються, смінить місто расположення інтерната невозможно. Ність денег, ніхто місто і ніхто желання. Якщо їх кудись переводити, треба мати кудись. Станом на сьогоднішній день в області їх немає кудись перевезти. Їхне бажання цих підопічних кудись перевезтися, а ми не маємо права без їхньої згоди і без їхньої заяви кудись їх переводити. Вони звідти йти не хочуть. Але це неправда. Нас, журналист, передає чиновнику слова узників інтерната. На самом деле, желання переехати у цих людей є. І получає циничний відповідь. Там декілька таких підопічних, але кажуть, по натурі вони хочуть мандрувати. Отброшені обществом із-за психічних отклонений, покинуті родственниками і близкими із-за неудобства совместной жизни, отвергнуті государством із-за коррупції. Эти мужчини остаються доживати свій век в одиночестве і нищете. Дякую за перегляд!